здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос можно ли попасть в рай не умираю можно расскажу даже как записывайте что такое рай конечно чисто исторически это некоторое духовно-материальное место между речью тигра и ефрата видя когда-то жили адам и ева из которого были изгнаны но в новозаветной терминологии подраем чаще все подразумевается все-таки царство божие не то что было когда-то тут то куда должен был попасть и адам то что должна была стяжать его царство божие а царство божие друзья мои по словам спасителя внутрь нас есть бы царство божие это сам христос с отцом и духом в обожженном человеке прибывающий в таинстве евхаристии и то что здесь не посеешь там не пожнешь если человек уже здесь не будет вот в этом царстве а она в нем то и по смерти тела ты в нем не будешь и она в тебе не будет и царство божие и вечности то что внутрь нашего сердца а не то в чем человек находится и от заперт изнутри они снаружи это состояние души человеческой вечности прибывающий как со христом в царстве божием таки сатаной в аду поэтому вот вам самый простой совет исполняйте заповеди христовы причащайтесь живите праведно как минимум не делать другим того чего не желаете себе возлюбите господа бога и ближнего своего как самого себя и вот царство божия внутрь вас будет апостол павел так описывает это состояние будет о себе в третьем лице знаю мол человек который в теле ли не знаю вне тела ли не знаю но был восхищен до третьего неба я слышал глагола неизреченное то что не приходила человеку на сердце то что ухо человеческое не слышит то что глаз человеческий не видит дивно то что уготовил господь любящими вам то есть вот он пребывал в этом состоянии ну и также после этих экстатических переживаний продолжал дело христианской миссии подобном опыте говорят десятки сотни наших святых кто что-то писал и пробуны преподобный серафим саровский ближайший из нас силуан афонский тоже преподобный преподобный паисий святогорец все святы отцы древней церкви особенно монашествующие те которых церковная традиция назвала великими сисо и пимен василий григорий богослов симеон новый богослов почитайте узнаете что пишет что говорит как передает вот это ощущение царство божие переходящих силе здесь и сейчас желаю всем нам не попасть в ад желаю достичь на царство божие они царство сатаны любите друг друга внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и 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